Друзья, всем привет! Меня зовут Влад и сегодня не совсем обычное видео. Я не буду ходить по улицам, заходить в кафе, кушать еду и так далее. Сегодня я хочу рассказать вам про новые запреты, которые появились в 2019 году в Таиланде. Мы поговорим об этом, а также я напомню о существующих запретах, которые есть в этой стране. Я думаю, данное видео вам будет полезно, если вы планируете вашу поездку на длительный или на короткий срок. Данная информация позволит вам обезопасить себя от неприятных ситуаций, поверьте. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Начну видео с новых запретов, которые появились в 2019 году. Первый запрет это, конечно же, вейп или электронные сигареты. Воз, хранение, курение, употребление запрещено. Поэтому наказание, штраф до 100 тысяч бат и тюремный срок. Поэтому, если вы не хотите попасть на подобные неприятности, ни в коем случае не берите с собой вейп. Дроны и квадрокоптеры. Дроны и квадрокоптеры также запрещены. То есть, если у вас нет разрешения на запуск, вы не имеете права запускать их в небо, снимать и делать какие-то фотоснимки или видеоснимки. Это запрещено. Еще один запрет на курение и употребление алкоголя в общественных местах. Этот запрет был и раньше, но сейчас на него стали обращать больше внимания. За нарушение данного закона вам грозит штраф до 100 тысяч и тюремный срок. Или и то и другое, на усмотрение судьи. До этого в Таиланде был закон. Связан он был с жевательной резинкой. То есть, если вы жуете жвачку и случайно или специально выбросили ее на пол, на тротуар, вас могут оштрафовать на 50 тысяч бат и более того, могут посадить в тюрьму. Поэтому ни в коем случае не выплевывайте жвачку на тротуар. Еще из последних правил, вы обязаны всегда при себе иметь свой паспорт. Если получится такая ситуация, что полиция вас останавливает и у вас нет паспорта, то вас имеют право задержать и посадить на время в тюрьму. Поэтому, если вы не хотите проблем с полицией, носите с собой ваш паспорт. К сожалению, это не очень удобно, но в данный момент это обязательно. Поэтому, если хотите избежать неприятностей, обязательно выберите с собой. Также очень важный запрет это езда на красный свет и езда в нетрезвом состоянии. Запрет был давно, но в последние годы участили серьезные штрафы вплоть до тюремного срока. То есть, если вы едете в нетрезвом состоянии, в лучшем случае вы отделаетесь высоким штрафом. Это может быть 10, 20, 30 тысяч, как договоритесь. В худшем случае вас посадят в тюрьму, пройдет суд и вам назначат штраф и, возможно, тюремный срок. Поэтому, чтобы избежать данных проблем, пожалуйста, не водите в нетрезвом состоянии. В Паттайе и в любом другом уголке Таиланда очень много такси, оно недорогое. Воспользуйтесь лучшими услугами такси. Еще один неприятный закон, который появился примерно в 2018 году, это запрет курения кальянов. То есть, кальяны сейчас запрещены по всему Таиланду. Конечно, есть подпольные места, которые продают его, но кальян под запретом. Могут не только накрыть владельца, но и того человека, который курит кальян. Поэтому, если приду с проверкой, будьте готовы, что вас также могут прибрать в полицейский участок. И самый-самый важный запрет, не нарушайте визовый режим. Дело в том, что даже если вы просрочите визовый режим хоть на один день и вас поймают, поверьте, это будет самая неприятная ситуация, которая могла бы случиться с вами в Таиланде. Во-первых, вас посолят в тюрьму и будут иметь право депортировать из стран. Но, если же вас не поймают, то в аэропорту, во время вылета, вы сможете оплатить штраф. Один просроченный день 500 бат. Но, как я уже сказал, если вас поймают, то будьте готовы, что вас могут посадить в тюрьму. Вот такая вот неприятная ситуация. Это были новые запреты, ну и немножко старых. Просто они сейчас более контролируемы. И давайте я вам быстро, вкратце напомню про запреты, которые вообще существуют в Таиланде. Я думаю, данная информация вам также будет полезна, потому что, возможно, что-то кто-то не успел осветить. И я вот сейчас возьму и освещу за этих людей. Не проявляйте неуважение к королевской семье. То есть нельзя резать деньги, нельзя резать фотографии с королем, нельзя рисовать карикатуры на изображении короля. За это можно попасть в тюрьму. К королевской семье важно относиться с уважением. Также изображение Будды, оно является священным. Поэтому нельзя на нем рисовать, рвать, топтать и проявлять всяческое неуважение к изображению Будды. Нельзя залезать на скульптуру Будды, нельзя на нем прыгать, сидеть. Это запрещено, пожалуйста. Уважайте религию, уважайте буддизм. Если вы еще не знали, то женщина не имеет права прикасаться к монаху. Также передавать что-то ему из рук в руки. Во время посещения храмов у женщин должны быть прикрыты ноги до колен и руки до локтей. Это очень важно. Ни в коем случае не распивайте спиртные напитки на территории храма. Совсем недавно в Таиланде посадили молодых ребят. Их посадили в тюрьму. Это были англичане. Что мне сделали? Они на стене в Чаньмае написали свои имена. И за это им впаяли срок. Ну, конечно, сейчас их там какое-то прошло разбирательство. И вроде как их отпустили. Но дабы избежать подобных ситуаций, пожалуйста, не рисуйте ни на деревьях, ни на стенах. Нигде, пожалуйста, ничего не рисуйте. Несмотря на то, что в Таиланде присутствует очень много разврата, пожалуйста, относитесь к тайцам с уважением. И вот несколько правил, которые следует соблюдать. Первое. Не оскорбляйте и не кричите на тайцев. Это проявление крайнего неуважения. Подобное поведение может вызвать не только обиду, но и, вполне возможно, тюремный срок. Оскорбив тайца, тем более прилюдно, вы нарушаете 393-ю статью Уголовного кодекса Таиланда. А за это вы можете, во-первых, попасть в тюрьму на один месяц и на штраф. Или на тюрьму и штраф. Поэтому, пожалуйста, проявляйте сдержанность. Пожалуйста, не трогайте голову тайца, если он не является для вас близким человеком. Близким – это, например, как жена или ваш ребенок. Вот настолько близким. Если тайц не так близок к вам, то к голове лучше не прикасаться. Потому что для тайца голова – очень важная часть тела. И если вам захочется потеребить тайскую головку, то поверьте, это не самая удачная затея, потому что они могут обидеться, они могут разозлиться. И лучше этого не делать. Еще один важный момент – не трогайте девушек без разрешения. Да-да-да, не трогайте девушек без разрешения. Иначе могут быть серьезные проблемы. Таиланд – это очень большая страна. Здесь проживают более 70 миллионов человек. И если кто-то работает в сфере секс-услуг, это не значит, что все тайцы и тайки легкодоступны. За подобное поведение вас также могут посадить в тюрьму. Пожалуйста, помните, что в королевстве не принято проявлять свои чувства на людях. То есть нельзя целоваться, нельзя обниматься, нельзя проявлять слишком много любви друг к другу. Еще очень интересный запрет, про который, вероятнее всего, вы не знали. И поэтому не переключайтесь, сейчас я о них расскажу. Езда без футболки, на мотоцикле, неважно, в мотоцикле, на мотоцикле, в машине, не в машине. Если на вас нет футболки, то вас имеет право оштрафовать полицейский. Поэтому, пожалуйста, одевайтесь в футболку, уважайте окружающих и законы Таиланда. Несмотря на то, что Таиланд это не мусульманская страна, но здесь запрещено загорать топлиц. Поэтому, если вы любите загорать калышом, к сожалению, это не в Таиланде. Крайне неприлично тыкать пальцем. То есть вот так, так вот так делать нельзя. Это неприлично. Также не приветствуется, если вы используете ноги для закрытия двери или толкаете что-то ногой, подаете человеку, возможно, какой-то предмет ногой. Этот ми прилично, и лучше так не сделать. Еще один момент. Я уверен, что вам про него никто не рассказывал, а сейчас расскажу я. Когда вы хотите подозвать тайца, пожалуйста, не нужно делать вот так или вот так. Нужно делать вот так. Да, вот такой жест. А вот так обычно подзывают тайцы. В некоторых местах, когда вы входите в помещение, обязательно нужно снимать обувь. Но обратите внимание, если при входе есть табличка, где написано «снимайте обувь», ну там, конечно же, будет написано по-английски, или «увидите много обуви», тогда обувь нужно снять. Также вы можете зайти и спросить или жестом, или по-английски, можно ли пройти в обуви или нет. Не перешагивайте через сидячего или лежачего человека, это тоже неприлично. Не пишите красными чернилами имена людей. Обычно красным светом пишут имена умерших людей. Ну и на закуску последние шесть запретов, о которых вы точно должны знать, они также вас уберегут от тюремного срока. Вся земля принадлежит королю, то есть нельзя взять в баночку земельки и увезти ее в Россию, там, или в Казахстан, или в Беларусь, неважно, то есть так делать нельзя. Запрещено ввозить кораллы и любую другую фауну, за это может грозить тюремный срок и большой штраф. В национальных парках запрещено кормить рыб и других животных, если это не разрешено. Поэтому, если вы не видите разрешающих таблич, то лучше воздержитесь от кормления. Несмотря на обилие виды и вещей, сувениров из диких животных, это все под запретом. Пожалуйста, не покупайте предметы из крокодила, не покупайте предметы из слоновьей кости и так далее. То есть, если вы хотите помочь королевству бороться с браконьерами, бороться с теми людьми, кто промышляет подобными вещами, пожалуйста, воздержитесь от покупок подобных вещей. Если вы захотели покушать крокодильчика, лучше этого не делать. Если вы захотели купить себе кошелек из крокодила или ремень, то также лучше это не делать. Это запрещено. Если вас еще до этого не поймали, это не значит, что такого запрета нет. Вам просто повезло. Карты, азартные игры, все это под запретом. Даже если вы играете у себя дома. То есть, если придет полиция, то будьте готовы к тому, что вас заберут. Ну и, конечно же, самое главное, это наркотики. Из-за наркотики в Таиланде смертная казнь. Поэтому, пожалуйста, держитесь от этого подальше, подальше, подальше. Ну что ж, друзья, я постарался рассказать вам про все существующие запреты в Таиланде. Если вам понравилось данное видео и данный формат, пожалуйста, поставьте мне лайк. Мне будет приятно. И я буду записывать подобное видео и дальше. Обязательно подпишитесь на мой канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Потому что следующее видео будет о жизни в Чельмайе, часть третья. Поэтому обязательно подпишитесь, оставляйте свои комментарии и следите за моими видео. Всем спасибо. С вами был Влад. Пока. Пч-ч-ч.